Государственные награды 11 августа вручили участникам специальной военной операции, а также передали родственникам погибших в ходе СВО. Подробности далее. Антон Сухов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции в августе 2022 года. До СВО Антон занимался грузоперевозками. Медаль за отвагу принимает скромно и также рассказывает о буднях на передовой. За Красный Лиман, дальше новодружки, детей освобождали из подвалов, выносили. Освобождали мирных жителей. Первая командировка закончилась, вернулись домой, отметили Новый год, поняли, надо ехать еще. Поехали второй раз уже на Запорожье, это уже от батальона имени Судоплатова. То есть уже там проходили службу, закончился контракт, вернулись домой. Мы все собираемся обратно. Там братья наши. Там также мирные жители, там также дети. Полученные бойцами награды признание заслуг на передовой. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, были переданы награды родственникам погибших в ходе спецоперации. В самый трудный час они не задумывались стали на защиту интересов нашего государства. При этом проявили беспримерное мужество и отвагу. Они являются продолжателями героической истории нашего Отечества. Тверская земля и вся область, вся Россия будут вечно хранить память о героях нашей земли. Напомним, что для семей военнослужащих в Верхневолжье действует порядка 20 мер поддержки. А за период специальной военной операции Тверской областью направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, которые находятся на передовой.